Продолжение следует... 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 Аминь... Продолжение следует... 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 То есть, Отец из любви к нам послал с неба в мир Единородного Сына Своего. Иногда еще яснее. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Иоанна 3.16. И я пришел не судить мир, но спасти мир. Иоанна 12.47. Итак, мы и сами видели, и от Единородного, сущего в недре отчим, Иоанна 1.18. Слышали и из действия взаимной любви познаем, что Бог в нас и дал нам от Духа Своего, и мы в общении с Ним. Стихи 15 и 16. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в Нем. Толкование. После сего и возвращается к упомянутой речи и говорит. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том Бог пребывает. Потому что выше сказано, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Этими словами апостол выражает и другую истину, что те, которые так исповедуют и имеют в себе пребывающего Духа, то есть Бога, и сами пребывают в Боге. Каким образом? Через любовь друг к другу. А вспомнив о любви, он повторяет все высказанное им о любви, для того, чтобы более утвердить учение о любви. Стихи 17 и 18 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дарование в день суда, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Толкование. Бог есть свет, и святые Его по изречению Евангелия, Матфея 5, 14, суть свет мира и чужды страха мучения, потому что исполнены любовью к Богу. Хочу, говорит апостол, чтобы мы усовершились в любви так, чтобы в день суда нам иметь дерзновение пред Богом, потому что и Он есть судья по собственному Его изречению. Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Иоанна 5, 22. И что наше дерзновение будет пред Богом вочеловечившимся, апостол выразил в следующих словах. «Поступаем в мире всем, как Он». То есть, когда уже доказали, что Бог в нас, и мы в Нем, то мы сами себе свидетели о совершенстве любви. «Как Он в мире был непорочен и чист, почему и говорил, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14, 30. «Так и мы будем в Боге, и Бог в нас. Если Он есть Учитель и Податель нашей чистоты, то мы должны носить Его в мире чисто и непорочно, всегда нося в теле своем мертвость Его». 2 Коринфянам 4, 10. «Если будем так жить, то будем иметь дерзновение пред Ним, и будем свободны от всякого страха, ибо достигши добрыми делами совершенства в любви, будем далеки от страха. В подтверждение сего и прибавляет. Совершенная любовь изгоняет страх». Какой же страх? Сам Он говорит, что страх мучения, ибо можно иного любить и по страху наказания. Но такой страх не есть совершенный, то есть не свойственен совершенной любви. Сказав это о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. И как Он прежде сотворил нам благо, то мы тем усерднее должны принуждать себя к воздаянию за Оное. Основываясь на словах Давида, «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его» Псалом 33, 10. Иные спросят, «Как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх? Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуются бояться?» Отвечаем. Страх двоякого рода. Один предначинательный, которому примешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Этот страх предначинательный. Другой страх – совершенный. Этот страх свободен от всякой боязни, почему и называется чистым и пребывающим вовек. Псалом 18, 10. Что же это за страх? И почему он совершенный? Потому что имеющий Его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у Него ничего не доставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого. Под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. Кто искренне любит Бога, тот творит угодно Ему, не по страху наказания, а по страху, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. И тот страх, который делает что-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, тождествен с первым. Посему и прибавлено, в страхе есть мучение. Стихи 19 и 21. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит тот лжец? Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Толкование. Выше апостол с настойчивостью доказал, что любовь должна быть взаимная, переходящая от Бога к нам и от нас к Богу. Присовокупил к всему, что если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Теперь снова возводит речь к тому же и говорит, «Так как на нас лежит долг любить брата по примеру любви Бога к нам и воздавая любовью Богу, мы удовлетворяем этому долгу, то нам непременно должно любить брата для совершеннейшего доказательства любви к Богу. Ибо если этого не будет, то не сохранится и любовь наша к Богу, так как будет нарушен долг по отношению к ближнему, долг, вытекающий из любви к Богу. Прибавляют и еще более сильное слово на обличение тех, которые хотят извращать божественную любовь. Апостол говорит как бы так, «Любовь, очевидно, образуется через обращение друг с другом. Обращение же предполагает, что человек видит брата своего и по обращению с ним еще более привязывается к нему любовью. Ибо видение весьма много привлекает к любви. Если же так, то кто ни во что ставит гораздо более влекущее к любви, не любит брата, которого видел? Как может быть признан истинным, когда говорит, что любит Бога, которого не видел, который ни в обращении с ним не объемлится никаким чувством? Если кто-нибудь бесстыдно будет говорить, что Бога любит, а брата ненавидит, тот, извращая божественную любовь, оказывается сверх всего и преступником следующей его заповеди. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13, 35 «Посему, кто любит Бога и старается быть его учеником, тот по заповеди его любит и брата своего». Богу нашему слава! На веки! Аминь! Какая первая заповедь? Госдарю Господа Бога! А тут же вот, если... Да любите друг друга! А если нет любви между друг другом, ну, тогда как мы можем возлюбить Бога? Друг друга видим каждый день, должны видеть каждый день, общаться. И сойти сюда вот на каких-то полчаса сложно, надо просить, уговаривать. То есть нету, тяги нет, тяги нет любви. Когда люди любят друг друга, они желают общаться, видеть друг друга, поговорить не только там о носовых платках, а о душе, о спасении. И опять то же самое, да каждый день одно и то же, да, опять о спасении, потому что мы призваны Бога к спасению. Вкусненькая за столом тоже каждый день, охота, чтобы было. Да. А болящих? Ну, Татьяна Кузьминична, прям совсем что-то сборилась, нету уже, сколько времени. Любовь Петровна навещала, она, ну, так, ноги не ходят, а так, в общем-то, она дома. Любовь Петровна? Да. А Людмила Степановна болеет, и болеет очень тяжело. Болитесь этим. Да говори, была информация о том, что ее увезли по скорой, в больницу. Никуда ее не возили, в 18-го будут уложить, какая-то больница там, на потоке. В 18-го, врач договорил. Да, не увезли ее все-таки. Да никуда не увезли. А что никто не подтвердил? Головой опять не везет. Ой, не оставь. Ну, тогда он, например, с ногой, с пяткой, или с макушкой. Зачем он? Вы написали? О здравии, моя хорошая. О здравии. Ну, не надо выяснять. Пускали о своей жене рассказывать, что у них с ногой. Леночка, дорогая моя сестра, ну, не надо выяснять, где у кого что болеть. Болеющая, и все. Ну, это уже пустое, любопытство. Это любопытство. А Надежде моей... А моей супруге продолжайте молиться, прооперировала она в пятницу. Слава Богу, вроде как, оперировал тот, кому я хотела попасть. Как дальше пойдет. Правда, меня разочаровало то, что ей сказали, что всего на пять лет гарантия этого протеза, ну, как, этой операции, металлокерамика. Ой-ой-ой. Вот. Ну, что-то дальше, ну, как Бог даст. Ну, что ты сделаешь? Да. Хоть пять лет. значит, и больше. Вот. Ну, да, там по-разному может пойти, поэтому, знаете, чтобы восстановительный период, чтобы прошел благополучно, обещают уже на следующей неделе выписывать, то есть, там, он долго не держит. У Анны еще перевязки она продолжает. Николая там похуже стало ему, там, помните, что я ему говорю, что он упал с крыши, накрывал там свое дом, которое, жилище свое, и оттуда была как раз погода такая, дождь был скользко, он упал прямо на землю, где-то там был рядом металл какой-то, но, в общем, там большая гематома на всю заднюю поверхность бедра. В общем, так, он там еще один, еще хозяйство нужно распродать. Они сейчас все там, где он. А, она тоже выехала? Да, им картошку закапывают. Ну, вот, еще работа. С такой ногой, как он там копает, не знаю. Надо с операцией, что он сам делал. Да. Так что, молитесь, чтобы Господь помог им это все сделать, довести это дело. Сегодня, наверное, последний день, последние дни такие тепленькие, без дождя. Следующие тоже будут. Так, еще болящие, что-то Валентины, Барышниковой давно нет. У нее тоже ноги болят, она на лечении там ездит. Антонина как? Не звонила, не спрашивала. Ничего. Патяна Кузьминична еще просила молиться, что она простыла там, болящая. Ну, молим себя болящие. Вот, ну, Наталья и Алексей Загуляевы ездили в Омск, наверное, да? Омск. Отвозили туда теплые вещи, спальники нашим братьям Максим, Никита и Александр. Два брата, двоюродные братья. Никита, Александр и Максим. Ну, вроде как, о Максиме была информация о том, что его там приписали. Уже нет. Нет? Уже описали. Отменились водительство? Ну, вроде как, водитель должен был быть. Ну, неважно. Главное, чтобы они сохранили веру, чтобы они, будучи в вере, пребывая в вере, вернулись целыми, здоровыми душой и телом. Душой и телом. Свой вид душой и телом. Тело поручено. Душой. Ну, что, отец у меня прослужил от звонка, что называется, пять лет, был на сборах, призвали, но у него одного пальца не было, вот указательного на левой, и горень немножко там задело. Все вот целый практически и здоровье, душой и телом. Я хочу вас спросить, что такое сугестие, знаете? Сугестие. Сугестивное внушение. Каждый из нас в той или иной степени внушаем. внушаем. И внушаемость, она зависит от многих причин. Но когда у нас есть вера, тогда у нас есть другой ориентир, и мы не уклоняемся от этого, когда у нас есть стержень. А когда нет стержня, то нас можно увлечь в любую сторону, вверх, вниз, вправо, влево, куда угодно. Хочу вам поделиться вот из интернета информацией. Как только вам надоест перескажете, что это нам неинтересно, вы мне скажите, я сразу закончу. Гениальный эксперимент школьного учителя. Психология Фаширма третья волна. В 1967 году еще учитель Рон Джонс преподавал историю в средней школе Элвуда, Каберле, Пало-Альто, Калифорния. Во время изучения Второй мировой войны один из школьников спросил Джонса, как рядовые жители Германии могли притворяться, что ничего не знают о конституционных лагерях и массовом истреблении людей в их стране. Так как класс опережал учебную программу, Джонс решил выделить одну неделю до посвященного этому вопросу эксперимента. В понедельник он прочел детям лекцию о силе дисциплины, о том, что чувствует спортсмен, который усердно и регулярно тренировался, чтобы добиться успеха в каком-нибудь виде спорта, о том, как много работает балерина или художник, чтобы сделать совершенным каждое движение, о терпении ученого, увлеченного поиском научной идеи. Джонс велел школьникам сесть в положение смирно, так как оно лучше способствует учебе. Затем он приказал учащимся несколько раз встать и сесть в новое положение, потом также неоднократно велел выйти из альбентарии и бесшумно зайти и занять свои места. Школьникам игра понравилась, и они охотно выполняли указания. Джонс велел учащимся отвечать на вопросы четко и живо, и они с интересом повиновались даже обычные пассивные ученики. Во вторник учитель вошел в класс и обнаружил, что все молча сидят в положении смирно. Некоторые из учеников улыбались, но большинство смотрели прямо перед собой с искренним сосредоточенным выражением мышцы шеи напряжены, никаких признаков улыбок, мыслей и даже вопросов. Джонс объяснил классу силу общности. Он велел учащимся хором скандировать «Сила в дисциплине, стила в общности». Ученики действовали с явным воодушевлением, видя силу своей группы. В конце урока Джонс показал учащимся приветствия, которые те должны были использовать при встрече друг с другом поднятую и изогнутую правую руку к плечу и назвал этот жест салютом третьей волны. В следующие дни ученики регулярно приветствовали друг друга этим жестом. В среду Джонс выдал членские билеты всем ученикам. Ни один человек не захотел покинуть аудиторию. 13 учеников ушли из других уроков, чтобы принять участие в эксперименте. Учитель выдал каждому членский билет. На трех билетах он поставил красные крестики и сообщил их получателям, что им дано специальное задание сообщать обо всех, кто не подчиняется правилам класса. Однако на практике добровольным доносительством занялись около 20 человек. Один из учеников, отличавшийся крупным телосложением и малыми способностями к обучению, заявил Джонсу, что будет его телохранителем и ходил за ним по всей школе. Три самые успешные ученицы класса, чьи способности в новых условиях оказались невостребованы, сообщили об акселемете родителям. В результате Джонсу позвонил местный Раввин, который удовлетворился ответом, что класс на практике изучает немецкий тип личности. Раввин обещал объяснить все родителям школьниц. Джонс был крайне разочарован отсутствием сопротивления даже со стороны взрослых. Директор школы приветствовал его салютом третьей волны. К концу дня в организацию было принято более двухсот учеников. Многие отнеслись к своему участию в третьей волне с полной серьезностью. Они требовали от других учеников строгого соблюдения правил и запугивали тех, кто не принимал эксперимент всерьез. В четвергу численность класса возросла до восьмидесяти человек. Джонс говорил о том, что такое гордость. Гордость это нечто большее, чем знамена и салюты. Гордость это то, чего у вас никто не может отнять. Быть гордым значит знать, что ты лучший. Это чувство нельзя уничтожить. Он объяснил ученикам, что они часть общенациональной молодежной программы, чьей задачей является политическое преобразование на благо народа. Все, что мы до сих пор делали, была подготовка к настоящему делу. По всей стране преподаватели набирают и тренируют молодежные отряды, которые с помощью дисциплины, общности, гордости и действий могли бы показать нации, что общество может стать лучше. Если мы сможем изменить порядки в этой школе, то мы сможем изменить порядки на фабриках, магазинах, университетах, во всех других организациях. Вы избранная группа молодых людей, которые помогут этому делу. Если вы выступите вперед и покажете, чему вы научились за последние 4 дня, мы сможем изменить судьбу нашего народа. Джонс верил четырем конвоирам вывести из аудитории и сопровождать библиотеку трех девушек, чья лояльность была сомнительна. Затем он рассказал, что в полдень пятницы о третьей волне по телевидению объявит лидер движения и новый кандидат на президентский пост. В пятницу 200 учеников набились в кабинет. Не было ни одного свободного места. Всюду висели знамена третьей волны. Ровно в 12 часов Джонс закрыл двери и выставил каждое по-часовому. Друзья Джонса изображали фотографа, кружа по аудитории. Перед тем, как включить национальную пресс-конференцию, которая начнется через пять минут, я хочу продемонстрировать прессе, как вы подготовлены. С этими словами учитель отдал салют. В ответ сразу же автоматически разметнулось 200 рук. Тогда он произнес девиз «Сила дисциплины!» Его повторил многоголосый хор. Девиз произносили снова и снова. С каждым разом отклик толпы становился все громче. Пять минут первого Джонс включил телевизор, но на экране ничего не появилось. Тогда он обратился к ученикам «Слушайте внимательно!» Нет никакого вождя, не существует никакого общенационального молодежного движения под названием «Третья волна». Вами манипулировали, вас подталкивали ваши собственные амбиции, и вы оказались в том положении, в каком находитесь сейчас. Вы ничем не лучше и не хуже тех немцев, которые мы изучали. Вы думали, что вы избранные, что вы лучше тех, кого нет в этой комнате. Вы продали свою свободу за удобство, которые дают дисциплины и превосходство. Вы решили отказаться от своих собственных убеждений, принять волю группы и большую ложь. После этого Зонс показал ученикам фильм о нацистской Германии, с ее дисциплиной, парадами и факельными шествиями, и чем все это закончилось. Потом подвел итог. Если нам удалось полностью воспроизвести немецкий менталитет, то ни один из вас никогда не признается, что был на последнем сборе третьей волны. Так же, как немцам, вам будет трудно признаться самим себе, что вы зашли настолько далеко. Школьники расходились в подавленном состоянии, многие не могли держать слез. Большая подборка материалов станет посвященных поколению разрушения современного образования. Как быстро ему удалось. Не верится, что это было. Может, Германия манипуляция особенная такая. Одним словом, я вернусь к той мысли, которую я вам сказал в начале, до того, как прочесть. Если есть нас стержень, стержень веры, то мы не уклонимся и не поддадимся этим манипуляциям. Сейчас с детьми очень сильные кошмары манипуляции на Западе. До такой степени уже, что сменный полов по-настоящему делают операции детям. Это уже не просто далеко зашло. С этим Господь будет как-то бороться. Просто и все. Или землетрясением, или еще чем-нибудь. По-моему, во всем. Это концовка уже просто. И мы-то тут не очень хорошо что там говорили. Да, уже все оправдывает. Все. За что в Библии написано, как разрушил Господь. Ну вот, что еще? Оборядочек мы всех вспомнили. Ну, воспринимайте, можно немножко займу ваше время, если не против. Мы сегодня читали Евангелие от Лути, пятая глава. Я сидя так, неофициально. И Господь говорит, ну, когда он был, народ теснился к нему, слышит Слово Божие написано. Он стоял у озера Генесарецкого и увидел, как две лодки на озере рыболовы выйдя из них вымывали сети. Ну, то есть, все, закончили лов. И он, войдя в одну из лодок, она была Симона Петра, он просил его отплыть от берега и Сев учил народ из лодки. И когда перестал учить, то сказал, отплыви на глубину, закинь сеть. Ну, и там были пойманы рыбы и так далее. Напомнил что это было. Значит, Господь здесь учит. Написано, народ теснится, чтобы слышать слово его. Это помните? Мы поем песнопение такое, как вы все, конечно, хорошо помните. Чудно озеро жаждет правды народ. Жаждет правды народ, избавление ждет в темноте и грехе погибая. Вот это вот об этом. То есть народ, он слепой находится, и душа, она не может просто так в каждом человеке отдать все на волю тела. Душа, она все время просится быть главной. Почему? Она знает, что тело будет спасено тогда. А тело просто само идти вот такое худенькое все, к Христу оно не может без души. Потому что в душе находится тот разум, та совесть, которая помогает телу, в общем-то, делать все нужно, и заповеди исполнять, материальные и так далее. Поэтому здесь идет такое противоречие у человека. Человек дуалистичен. И Господь поэтому говорит, он не сказал, ну там многое он что говорил, но конкретных девизов таких, как допустим будет жить человек не хлебом едино только, но каждым словом исходящим из уст божьих. Всяким словом исходящим из уст божьих. Вот этот девиз настоящий. А то, что он хлебом будет жить, нету этого не сказано. Ну там да, хлеб веселит сердце человека, там много виновеселит сердце человека. Хлеб укрепляет сердце человека. Да, укрепляет сердце человека. Благодарю. Хорошо знаете священное писание, это важно очень. Ну, потому что я... Да нет, я не проверял, просто я говорю о том, что много высказываний о хлебе. Но девизов таких вот, которые бы говорили о вечной жизни, когда Господь нам говорит о жизни, что, жить человеком, о жизни, он говорит о вечной жизни. Вот в чем дело. Потому что у Господа слово жизнь, оно как да, да, нет, нет. Он один раз сделал жизнь, и эта жизнь, она продолжается всегда. Даже для тех, кто ему не послушен, а это такая своеобразная смерть называется, но человек, он существует. Вот в чем дело. И он не развалился, он не исчез, он просто наказывается за то, что он этот единственный талант, который был у него, он закопал, и когда Господь пришел, он не стал ему обратно, не просто отдал ему, а сказал, что ты жестокий, вот в чем дело, то есть обвинил Бога. И это мы видим сейчас, и в Слове Божьем, вот мы много говорили здесь о любви, о совершенной любви. В чем она заключается, совершенной любовь? Я вот, когда вел занятия у детей, я постоянно, каждое занятие, родители об этом, они, не знаю просто, для них это закрыто все, этих детей. Я им постоянно говорил, вы каждый день должны благодарить своих родителей за то, что они родили вас. И вспоминали это, вместе вас благодарите Господа Бога, что у вас есть семья. Каждый раз, каждое занятие я об этом говорил, и говорил, и постоянно говорил. Благодарение, благодарение. И спрашивал все время, ты сегодня подходила, ты сегодня подходила к маме, благодарила ее, что она тебя родила, отца, что он тебя воспитал, подходила, и все вот так вот головой, нет, 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 даже, там уже, мама на смертном одре лежит, подходили, говорили, мама там, благодарим тебя, нет, а почему, ну, маме тяжело, вот чем вы беспокоите, и так далее, нету ничего, то есть водами не было даже маленькой порошинки совести, чтобы вас благодарить Господа. Где это мы видим? Мы видим в том, что Ева пришла к древу, и когда начала беседовать с сатаной, так, ну, между делом, она сказала, что не вкушай и не прикасайся, слово не прикасайся не было такого, не вкушать было слово, а не прикасаться не было этого слова. Значит, в чем дело? Значит, Адам увидел что-то в своей жене и попросил ее даже не прикасаться, он сам не прикасался, то есть он просто смотрел, но не прикасался, проходя мимо. Видать, оно было так древо поставлено, что все время они там что-то мимо ходили, в центре, может, рай или еще где-то. Вот так, и поэтому, а в чем тут дело? Не было совета с Богом. Адам все время разговаривал с Богом. Почему он не посоветовался, что с женой сделать? Может быть, какую-то ограду сделали для нее, чтобы она там только как вот эти маленькие дети по манежику там лазила, чтобы ни в коем случае или вообще дерево забором оградить. Чего она просто так подошла и начала там беседовать? Он это с Богом не беседовал. Почему? Самость уже началась у Адама. Самость. А вы думаете, почему просто так все случилось? Благодарения не было. Вы слышали? Читали хоть немножко, что он там поблагодарил Бога? Вот, вот он такой ходит квелый, ну как мы бывает, кто особенно там стоит. Вот им что-то все недовольны, они такие вот. У нас много таких лиц. Прям посмотришь, ну прям, только о детях на чушь говорить, посмотришь вот вы вот вы их туда сами отправили на войну, я что ли их туда отправил? Почему они ни заявления, ничего на альтернативную службу не сделали? Почему они самостью жили? Я что ли об этом говорил? Об этой самости? Я бы говорил, что не будьте благодарите все время, благодарите и благодарите ваших родителей, а через это вместе благодарите Господа Бога. Нет, во время мобилизации не действует альтернативная служба. Так же все, астерно? Не знаешь? Не действует альтернативная служба, но в любом случае все равно, если ты заявишь кто ты, кто я, о чем ты. Вот как Георгий заявил, я вчера постарше посильнее оказал. Я вчера услышал новость для меня. Вчера вчера услышал новость, что брать Никита Устинов я прям задел за живое вижу. Брать Никита Устинов он, оказывается, отказался носить оружие брать. Об этом все молчат почему-то. Вчера об этом я случайно знал. А что не знаю, мне вот это интересное спрашиваю, что происходит. Он написал со всеми бумагами сразу приехал. слава богу, что но а что ты ничего не сказала, что он не берет оружие. Ведь там еще Глушков и Устинов Саша двое. А они будут значит оружие брать? Я так понимаю. Ну да, они все-таки далеки от нас, их никогда не было. Все-таки нам ближе Никита о чем там говорить. Он на занятия там постоянно ходит, и у нас тут был несколько раз. Поэтому я просто вам говорю от благодарения. Вот благодарение, что должно быть. И теперь, когда Господь начинает говорить Слово Божие, люди теснятся к Нему. Они это хотят услышать. То, что у них, то, чем они слепы. В чем это дело? Почему? Душа начинает прозревать, она прям рвется наружу. И там сидят сколько? 5 тысяч мужчин. Господь говорит, так, накормить. Не знаем, чем накормить. Рассадите их. Трава там была. Рассадите их по траве. И начали их рассаживать рядами. Вот то, что Виктор Андреевич сказал, там все стройно, там дисциплина, точная дисциплина еврейского народа. А почему? Ученики Господни, они видят, что они рядом с ними, и народ понимает это, что они не могут подойти уже. Господь всех знает, ты не подлежишь, там я твой ученик. Все уже набрано 12, и они рассаживают, и народ рассаживается. 5 тысяч мужчин, а там еще женщины, дети, и все полная дисциплина. Перед чем? Перед Словом Божьим. Перед Словом Божьим написано. И теперь дальше. Он отплывает на лодке, народ никуда не уплыл. Он наоборот, а почему? По воде лучше разносится звук. Кто не знал это, знаете, по воде лучше. Почему? Очень прямая поверхность, ничего не мешает. И поэтому хорошо слышно. Господь говорит, им всем слышно. И потом после того, как он учил их, написано учил, он начинает с Симоном Петром трудиться. Вот эта сеть, которую забросил он, это не просто сеть, это проповедь, говорит нам толкователь Феофилат Болгарский, а рыбы, которые там, это мы с вами бессловесные, слепые, под водой, ничего не знаем, питаемся елком, что там нам скинули, и все. А теперь Господь говорит, и будешь ловцами человеков, душ человеческих, для чего? Чтобы на поверхность достать, на свет Божий, что называется, и осветить светом Божьим, просветить, чтобы ты стал просвещенный, освещенный, святый, вот так, то есть, вот, если ты считаешь, что тебя Господь осветил светом Евангелия, ты святой, считаешь, что тебя Господь осветил светом Евангелия, святой, будем за тобой наблюдать внимательно, святой ты или нет, и за собой тоже должен смотреть, каждый, каждая душа смотрит за собой, ложишься, вечером спать, это Господи, поблагодарил, помолился, лег и такой, Господи, что я сегодня не так сделал, да я же сегодня вот что не так сделал я никакой не святой Господи перед тобой, прости меня и уже на исповедь уже кочерюшечку поставь себе что об этом надо сказать и поэтому толкователь блаженный Феофилак говорит что и все это относится к епископам и к священникам и к учителям народа в первую очередь они должны учить и ловить души чтобы церковь все больше и больше возрастало, чтобы больше веры в народе укреплялось и там апостол Петр говорит, должен человек переходить от веры в веру находясь в вере Христовой переходить от веры в веру и этому не будет никогда конца а что это значит? Это укрепление в вере называется вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого если у нас этого не будет, мы на каком-то очередном этапе просто уйдем вот как то что читал нам, Виктор Андреевич уйдем просто в какую-то зазомбированность и все и в конечном итоге мы попадемся где-то в сатане и все, кто был для нас дорог они все станут нашими врагами почему? потому что вот то, что делалось вот это, это был негатив то есть это была злоба это была чернота она уводит от Бога а божественное все это по образу и подобию Божьему человек свободен выбрать дело все в том, что вот то, что Виктор Андреевич читал это было все для того, чтобы укрепить и потом куда-то людей направить на зло не на добро пойти там деревья садить или еще куда нет все, и Гитлер так же начинал а все закончилось то есть корм с лагерями вот так спасибо, брат я хочу выделить из того, что сказал благодарение вот у меня тесть ну это вот просто нужно учиться у него благодарить он благодарит за каждое действие за каждый шаг он молится он говорит я вот вчера сегодня молился четыре раза за свою дочь молился молится я не знаю Господь его держит вот только, наверное, еще за то, что он такой вот благодарит за все за все благодарит Бога благодарит тот поезд значит, его покормят он благодарит всех вот кто участвовал не участвовал в этом, что его накормили пример вам да, вот просто пример да а среди молодежи современной нередкие вопросы такие, когда а кто тебя просил меня родить? да, да я такой же а кто тебя просил? мне зачем это вот ну нужно здесь мы так все эти в жизни этой так что вообще я в молодости такой был еще лет 16 более того нередко можно услышать осуждение своих родителей между своими сверстниками между там людьми, с которыми общаются люди для меня иногда приходилось слышать от сверстников своих о своих родителях что-то нелестное что-то такое даже поганое мне хотелось убежать и не слышать этого больше затыкать уши и я для себя Господь дал такую мысль что никогда родителей своих нельзя вообще даже говорить о них что-то плохое то есть это запрет это табу всякое бывает в жизни конечно но я хочу вернуться к тому о чем прочел что нередко среди наших сограждан можно услышать да где там какие там эти нацисты где они там их придумали их нету там это все такое я вам скажу это был это был какой конец 60-х годов я был в западной Украине Львов и от Львов мы ехали на электричке до Мукачева вот соседи рядом сидели и разговор там соседи как раз жители западной Украины местные мы договорились из-за того что они в открытую говорили тогда что лучше бы у нас был фашизм так что я прямой живой свидетель того что мысли эти были они были наверное всегда и это вот вот это действие пропаганды которые возьмите наше советское время пропаганды но надо сказать что нельзя одновременно с водой выплескивать и ребенка так что позитив то был и в советское время так что нужно отличать сущность от обратного ну и пропаганда она всегда была есть и будет так что нам опять же вернуться к этой мысли что если мы имеем веру в Бога если Иисус Христос для нас стержень то мы изучаем Священное Писание и вот будем благодарить Бога что Господь нашего брата Никиту так укрепил в вере что он отказался брать в руки оружие да послужит это примером для всех наших братьев и сестер которые еще которые может еще придется в этой волне участвовать я вот еще когда только знала про Никиту и про Георгия напечатала уже просто уже не стала ничего исправлять молитву как помолиться за них потому что некоторые говорят а как молиться ну вот как за них да это Ленин непременно надо дать Ленин где Лена ну тут такие хорошие слова чтобы Господь их сохранил чтобы наставил на исполнение заповеди Божьей дал им умственные способности телесные силы ну то есть хорошая молитва она очень длинная из интернета я ее подсократила и тут уже правда вписала где имена Никиту Георгия ну зачерпните допишите тех кого вы знаете у каждого есть еще какие-то знакомые знакомых друзья друзей я вот оставлю молиться если кто желает можете вот таким образцом пользоваться кстати вот то что молитва да-да-да оттуда спроси Христос так ну батюшка у нас еще путешествующий он вернется 22-го 22-го он 21-го вылетает 22-го утром а завтра возвращается наш театр начальник так что вот здесь стоят два при входе вы видели два умывальника опять два стоят два стоят ну зачем вы эту альтернативу даете я же сказал выкиньте его на помойку без хозяина не будем ну все тогда тогда вытянь сразу новый он куда-то утащи его и все ты ему хочешь доказать что-то да он не узнает хотите выносить да не будет этого будет старый все ну не выкиньте Игнатию Тихоновичу однозначно альтернативу не давать батюшка сейчас мягчил сердце ну помолитесь чтобы Господь устроил видели да Михаил Петрович делает просто из-за нашей кухни такой вот уют такой конфетка что называется красота самая будет ремонтированная комната да помоги ему Господи и дай Бог чтобы он продолжит эту работу в присутствии Игнатих ничего продолжит ну скажет прекратить а и вот так вот будет оброшет подавляем да кто нет теперь уже не скажет это правильно альтернативы нету надо заканчивать конечно тепло сегодня ну вот некоторый виногр мерзнет еще в курсах я не знаю мне вот жарко это привычка уже тепло будет до первого ноября будет тепло то есть можно машины еще можно ездить но правда уже минус будет ночью будет минус так что смотрите ну слава Богу значит завершаем дальше четвертого будет достойно есть такого истину блажите тя Богородицу пресно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафим безыстрения Бога слово родшую сучую Богородицу тя величая Господи защити Родину нашу от нашественных племенников от внутренних распорей от беззакония которое втанне остановит делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покавятся в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи праведны суды Твои над Россией за то что оставили Тебя и Слово Твое изреченное Святой Библии прости нас Господи Владыка Жизни что сокрыли имя Твое Бога Иегова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Ава Отче Господи научи нас кратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава чести поклонения Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Спасибо Христос Спасибо Сразу пять минут и сюда приходите кто будет заниматься Все пять минут часовое занятие будет Кто придет Ты придешь один Дети будут кто-то нет